Думал, можно даже какое-то видео снять, назвать его типа «Вред китайской метафизике». Есть польза китайской метафизики, но метафизика подразумевает течение энергии, этик, или еще что-то такое. Но будучи в метафизике, то есть, пользуясь техниками метафизическими, человек их тылит, что противоречие в определении. Это все равно, что хирург перед операцией будет мыть перчатки в фекалиях. И есть последствия действий. И все эти истории, например, одна моя ученица рассказывала, как она какой-то курс послушала бесплатно. Была возможность такая. Но у нее в течение дня украли айфон после этого. То есть баланс все равно восстановился. И просто получается, что люди делают все правильно, как хирург, делают все правильно по инструкции, но будучи в грязных перчатках, результат получают, проект противоположный. То есть, по сути, люди используют инструменты китайской метафизики, чтобы вырыть себе могилу. То есть, они думают, что они строят гору, на самом деле это гора вертикальная. Это есть такая фотка, как она называется, про маяк. Помнишь, когда они строили маяк, на практике получился колонец? Вроде бы они строят маяк по инструкции, но если посмотреть на то, что получилось, это маяк в противоположную сторону. Вот это очень важно понимать. Но человеку бывают разные ситуации, человеку нужна реально помощь, он там один, там два раза эту технику где-то находит, неважно. Он видит результаты и уже видит, что это работает. А вот, чтобы, наверное, хотел сказать, что пока ты не знаешь, работает, это не работает. Это у тебя с кем-то к этому инструменту и так далее. Это окей, если ты где-то стырил какой-то курс и применил это на всякий случай еще что-то. Но вот абсурдная ситуация возникает, что если ты убедился, что это работает, ты вместо того, чтобы использовать метафизику как механизм по генерации денег, и потом эти деньги инвестировать дальше в свое обучение, делать еще больше денег, в части инвестировать, делать еще больше, в части инвестировать, это здоровая практика. Нет. Ты этот поток сам прерываешь и начинаешь что-то всюду, или там на складчине, или ты мобиль копеек везде, потом удивляется, почему в твоей жизни это не работает. Еще больше абсурд, если ты используешь эту информацию для того, чтобы создавать свои продукты платные, или консультировать. Очень странная ситуация. То есть я так иногда даже без злости думаю, ну что же у человека должно быть в голове, чтобы такое сделать. Это все равно, как, допустим, была бы какая-то медитация, чтобы сделать тебя невидимым. Да? То есть допустим, буддистская медитация, условно говоря, чтобы ты был невидимым. И ты используешь этот навык, медитацию, входишь в это состояние, ходишь по рынку и тыришь. Вообще-то, где-то там, в начале обучения, один из основополагающих принципов аксиом буддизма, не тырь. И ты используешь сложный инструмент из этого набора техник, но в основе не ты. Нет, ты игнорируешь все эти основы. Честно, чем человек вообще думает, когда это делал? Человек действует не из позиции инвестирования, да, то есть деньги возникают от инвестиций. Ты инвестируешь, получаешь прирост капитала, правильно? Часть этого инвестируешь, получаешь прирост капитала. То есть возникает такой снежный ком или формула сложного процента. А человек, получается, он не инвестирует, пытается что-то с этим сделать. Да, это мне непонятно. Или как деньгами топить камин или еще что-то такое. Вместо того, чтобы деньги вкладывать куда-то в бизнес, на часть прибыли покупать дрова, а остальное вкладывать обратно в бизнес. То есть, нет, человек начинает закидывать это все и в топку, вот, а когда у него заканчиваются эти деньги, он начинает тырить дрова. Ну, на что-то такое похоже абсолютно абсурдное занятие, которым люди занимаются, воруя у ближних своих. Иногда просто то, что я вижу, энергия начинает течь, когда ты заплатил. То есть даже если ты заплатил за консультацию, и ты понял это даже до консультации. То есть ты заплатил, ты человек прочитал, как он оказывает услуги и прочее, внес какую-то денежку на счет, ждешь там две недели или неделю до консультации и размышляет над своим вопросом, потому что тебе же нужно будет объяснить, что ты хочешь на самом деле. И до этой консультации понимаешь на самом деле и с ним, и сам ответ. Ну, то есть ты с человеком общаешься, может, другой вопрос задаешь и говоришь, слушай, просто ты мой герой, я твое видео слушаю, столько классного всего ты для меня сделал. Просто приятно лично пообщаться. Извини, я и так уже понял, что хотел спросить. Если он для тебя столько хорошего сделал, сам не зная того, потому что ты смотрел его видео на YouTube, почему не платить тысячу долларов за час консультации, даже если ты никогда не появишься онлайн? Нормально. Это как часть благодарности. Сделайте подарок человеку, который изменил хотя бы отчасти вашу жизнь. Я так-то там подружу. Тогда возникает мир богатый. А иначе он не отработал, он там... Продолжение следует...